Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из 13 выпуска, выходящего в пятницу, 13 сентября, вы узнаете о строительстве объектов в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь, а также о состоянии дел с производством подвижного состава. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре Skyway города Шарджа осуществлена полуавтоматическая сварка пластин на анкерных узлах обеих анкерных опор первой линии. Помимо этого, выполнена юстировка полуседел. В настоящий момент на данном объекте ведутся сварочные работы по стыковке У-образного профиля путевой структуры. Также на неделе были выполнены работы по устройству арматурных каркасов и опалубки парапетов с последующим бетонированием. На гостевом доме закончены работы по устройству нижней части кровельной конструкции. Уже все готово для проведения работ по термоизоляции. В Республике Беларусь на строительстве нового производственного корпуса по улице Селицкого заканчиваются работы приемочной комиссии. Мы надеемся на скорое подписание акта ввода данного объекта в эксплуатацию. Что касается строительства еще одного объекта, производственно-складского и административно-бытового корпусов в деревне Королищевичи, то здесь уже ведется монтаж металлоконструкции подкрановых балок, внутренние черновые отделочные работы и укладка тротуарной плитки. Недавно строители приступили к работам по газоснабжению объекта. Помимо этого, здесь выполняются внутренние сантехнические работы. Начались стендовые испытания конструкции токоприемников для перспективного транспорта. Напомню, что токоприемниками называют тяговые электрические аппараты, предназначенные для создания электрического контакта, электрооборудования подвижного состава с контактной сетью. Конструкция токоприемника должна обеспечивать съем тока заданного значения при максимальной скорости движения, на которую рассчитан подвижной состав. Питание транспортного средства от путевой структуры дает возможность существенно его облегчить, оставив на борту только накопители для аварийного и резервного питания. Завершились ресурсные испытания колес тропического Юникара, разработанного специально для эксплуатации в климатических условиях Ближнего Востока. Полученные от практического обката данные позволят подтвердить расчетные значения, выявить недостатки конструктива колеса и обозначить области для его оптимизации. Как мы уже сообщали, Ю4-431-01, таково точное наименование Юникара в тропическом исполнении, успешно прошел комплекс ходовых испытаний в экотехнопарке Skyway в Республике Беларусь и в настоящий момент проходит подготовку к отправке в инновационный научно-исследовательский технологический парк в Шардже. Опытный образец высокоскоростного Юнибуса Ю4-362 проходит активную стадию обкатки, которая позволяет подготовить агрегаты и ключевые узлы к интенсивному использованию, а также выявить на начальном этапе возможные неисправности и дефекты. В последнее время состоялся ряд встреч сотрудников Закрытого акционерного общества струнной технологии с представителями компании Шалтбау, Кнор Бремзе, Дизайн Инвест, Шун Карбон Текнологи, Мерсен, Бабтек, Закрытого акционерного общества МИС и других. Некоторые из них состоялись еще в рамках проведения международного железнодорожного салона ПИАО «Движение Экспо» в последних числах августа текущего года. Это уникальная коммуникационная площадка для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, а также презентации производителей и подписания соглашений с иностранными партнерами. Результатом проведенных переговоров стала предварительная договоренность о сотрудничестве по поставке комплектующих для транспортных средств Skyway. Конструкторы компании прошли семинар по вопросам защиты и минимизации помех, в источниках питания и DC-DC-конвертерах, а также выбора оптимальных решений для построения AC-DC и DC-DC преобразователей для широкого спектра применений. Наши специалисты изучили новейшее оборудование для измерения помех, получили ответы на вопросы сертификации радиоэлектронных устройств на территории России и Таможенного союза. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и о любых сувериях можно будет забыть. Строй Skyway! Спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин